Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем гастро-канале Сладкий Персик. И сейчас мы с вами будем готовить сырники. И да, тыква здесь не случайна, потому что сырники мы с вами готовим с тыквой. Я уверена, что таких сырников вы еще точно не пробовали. Берем тыкву. У меня самая любимая, и это вот такая вот тыква сорта Баттернат. И срезаем с нее кожуру. Затем тыкву нарезаем на кусочки и готовим любимым способом. Ее можно запечь в духовке, можно просто потушить, а можно приготовить в пароварке или в микроволновке. Делайте так, как нравится больше вам. У меня недавно появилась пароварка, и теперь тыкву я готовлю только в ней. Если раньше я всегда запекала в духовке, и мне это нравилось больше всего, то теперь даже моя любимая духовка все-таки ушла на второй план. Потому что в пароварке вкус мне нравится очень, и по времени это получается быстрее. Смотрите, как я делаю. Я беру пароварку, наливаю в нее необходимое количество воды. Там есть ограничитель, воды должно быть немало и немного, сколько нужно. Затем устанавливаю поддоны и отправляю туда тыкву. У меня была довольно вкусная тыква, и я решила приготовить ее не только для сырников, но и для каких-то других рецептов. Поэтому сразу отправила всю. Дальше включила пароварку и поставила таймер на 30 минут. И это прекрасно, потому что ничего больше делать не нужно, можно заниматься какими-то другими делами. И через 30 минут пароварка выключится автоматически. Дальше мы берем готовую тыкву, она у нас уже стала мягкой, и отправляем ее в большую миску. Я в этом рецепте буду пользоваться блендером, поэтому я не измельчаю сейчас тыкву в пюре, а отправляю к ней сразу остальные ингредиенты. Я добавляю творог. Я беру специально творог в брикетах, он такой пастообразный, не зерненый. Нам такое для сырников больше всего подходит. Дальше добавляю яйцо. Я обычно в сырники добавляю только желток, но в этом рецепте я использую целое яйцо. И потом добавляю рисовую муку. Рисовая мука у меня цельнозерновая. Я абсолютно нормально отношусь и к обычной пшеничной муке, но именно в сырниках рисовая мука мне нравится больше. Кажется, она для сырников просто идеально подходит. И ее, наверное, специально делали для сырников. Ну это шутка, конечно. Дальше мы с вами берем блендер с погружной насадкой. У меня вот такая вот насадка с ножами. И все это хорошенечко пробиваем. По сути мы с вами измельчаем и тыкву в пюре, и делаем так, чтобы ингредиенты у нас смешались и получилась однородная такая красивая оранжевая масса. Здесь хочу добавить еще пару слов про муку. Точное количество муки я укажу в ингредиентах, но у вас оно может отличаться. Это зависит и от влажности творога, и от влажности самой тыквы, потому что тыква тоже бывает менее водянистая или более водянистая, более сочная. И также от размера яйца. Поэтому муки вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Имейте это в виду. Просто во время приготовления ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно должно получиться такой средней густоты и хорошо держать форму, если скатать его в шарик. Собственно, теперь мы скатываем из этого теста одинаковые по размеру шарики и пока что складываем их на блюдо. Это наши будущие сырники. Посмотрите, как это легко делается. Тесто прекрасно держит форму. Я руки предварительно смочила просто водой под краном. И теперь из этих прекрасных колобков мы будем формировать сами сырники. И здесь нам понадобится уже самая обычная пшеничная мука. У меня это мука высшего сорта. Я люблю формировать сырники стаканом, но вы можете делать так, как вам нравится больше. Если вам больше нравится делать формовку сырников ножом, делайте так, как вы привыкли. Для тех, кто еще не видел, как делать сырники стаканом и не умеет, смотрите, как это все происходит. На блюдо мы насыпаем пшеничную муку, кладем сырник, слегка его мукой присыпаем и вот так вот стаканом его крутим. Натем переворачиваем и крутим с другой стороны. Получается, что мы одновременно облюдаем ему красивую форму и обволакиваем его мукой, чтобы сырник у нас потом на сковородке при жарке не развалился и не расплылся. Именно по этой причине я больше люблю использовать пшеничную муку, а не рисовую, потому что рисовая, на моем опыте, прилипает к сковороде. Панировка из рисовой муки мне совсем не нравится. Может быть, я, конечно, что-то не так делаю, но пшеничная мне нравится больше. У нас получились такие красивые сырники. И теперь мы переходим к плите. Берем сковородку, обязательно наливаем в нее растительное масло, причем такое немаленькое количество, потому что сырники должны жариться, и как раз масла должно быть много для того, чтобы корочка получилась хорошей. И когда масло разогреется, выкладываем наши сырнички. Обратите внимание, какой у них красивый цвет. Он такой какой-то персиковый, потому что в сырники мы добавили тыкву. Жарим сырники на таком хорошем огне, на среднем или даже на сильном, и затем аккуратно переворачиваем. Я люблю переворачивать сырники вилкой. Так, мне кажется, получается лучше, и они не ломаются и не прилипают к друг другу. И еще посмотрите, до какой красивой корочки мы с вами должны жарить сырники. Нам нужно именно получить корочку со всех сторон, а вот внутри они могут и не доготовиться. Мы их сейчас с вами отправим в духовку. Берем форму для запекания, маслом ее смазывать не нужно, и перекладываем в нее наши сырнички. Духовку разогреваем примерно до 190 градусов, может 180-200, примерно такой может быть диапазон, и отправляем форму сырникам в духовку на 10 минут. Я ставлю в серединку. И пока они у нас там доходят и томятся, приготовим вообще невероятно вкусный, идеальный соус к этим сырникам. В блендер отправляем нашу готовую тыкву. Туда же кладем сыр рикотта. Я рекомендую использовать именно рикотту, и ничем ее здесь не заменять. Но на крайний случай можете взять какую-то не слишком жирную сметану. Затем немножечко добавляем сахарной пудры. Для сладкоежек скажу, что вы можете положить побольше, если вам сахара будет недостаточно. Учитывая, что в сырники мы сахара не добавляли, вы можете еще потом готовые сырники сверху посыпать сахарной пудрой. Дальше включаем блендер, и все это дело вместе перемешиваем до однородности. У нас получается невероятно вкусный тыквенный крем. Этот крем, кстати, классно подойдет не только к сырникам, но и к другим десертам, например, к блинам. Ну что, посмотрите, какие у нас получились красивые тыквенные сырники. Я уверена, что такие вы точно еще не пробовали. Советую готовить их точно по рецепту и обязательно сделать тыквенный крем. А я еще посыпала при подаче тыквенными семечками. Готовьте, пишите ваши отзывы, а промокоды на технику, которую я использую в рецепте, оставила в описании к видео. Всем желаю приятного аппетита и вкусных завтраков. Всем пока!